Трамп 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 можно было сказать что кончилось там вспомнить флойда и прочих но теперь-то вообще о чем речь изнасиловали журналистка на минуточку такая известная мне елена захарова кстати рассказывала что она с таким уж известным чемпионом домогательств была в гостинице в казахстане с айнштейном и в общем как-то обошлось здесь она отбиться не смогла кстати у меня вот вопрос к дамам к подписчицам вы бы вот конкретно вы пошли бы мерить нижнее белье в кабинку с человеком которого репутация playboy а а у дональда трампа в те годы была репутация playboy а еще какая а как вообще относитесь к вот этой моде которая кстати с голливуда пришла когда актриса сейчас смешную историю расскажу давайте да про харви вайнштейна да все началось с него естественно вы знакомы мы с харви да обалдеть опять это есть даже прям сегодня меня очень интересная была история очень забавная я лечу на фестиваль в астану вот это был две тысячи десятый год он был пен первый кинофестиваль в астане тимур бекамамбетов и там был он международный там была катередников было много звезд как раз харви вайнштейн я тогда не знала кто это и я смотрю какой-то дядечка ходит и на меня смотрит и улыбается полутоядно смотрит ну как то так я катю редникова спрашиваем это кто вообще-то харви вайнштейн ген один из ведущих продюсеров голливуда как здорово я прекрасно знаю английский я тогда очень часто была в лондоне вот и в америке я бывала ну то есть для меня я думаю вообще очень интересно вот и зверь бежит когда катя сразу говорит но он только ну да да я бы он такого быть не может быть уже прям вот только вот прям вот так и все да ну как бы человек же да я думаю ну никто же меня не будет там никуда тащить знаете и да да вот я почему-то сейчас расскажу потому что потом такой там все с ним истории связаны очень интересно дальше что происходит ко мне подходит его помощница как бы переводчица и она год вот и харви бы хотел с вами встретиться поговорить по поводу работы все да в его отеле я буду вы что я думаю так опасно я бы но не в номере же она вот нет нет что в лобби отеля внизу я тоже там буду на встрече я буду на встрече у меня на тот момент агент анна островская я а время уже чтобы понимали где-то 12 часов вечера то есть это происходит уже мероприятие после там открытия все как бы общаются выпивают разговаривают это уже как бы вечеринка я понимаю что агент мой ушла спать я к ней в номер я понимаю что я на эту встречу не могу найти да нет ну как бы я не я не собираюсь да хорошо я ее бужу в номере я так быстро встала оделась мы идем на встречу с харви ваннштейн да мы пошли мы приходим в этот отель очень интересно а я на тот момент была невеста я не была замужем у меня были серьезные отношения с мужчиной и у нас вышла обложка как раз журнала я иду с этим журналом и дальше ну во первых он конечно человек был очень думал почему он есть он живой слава богу с невероятным чувством юмора я очень хорошо знал английский и харизматичный то есть понятно что я никуда не собиралась это это сразу было то есть для меня да ну я серьезно без всяких но мы так сидели хохотали в этом лобби на часа полтора моя уже стала агент засыпать а мы вот так вот хохотали но мне сказал что я ему очень симпатично я ему говорю но вы понимаете у меня есть муж я сказал сестра муж видите обложка да я его люблю поэтому говорю вы извините и как бы то есть я ему дала понять и вот и да и он как бы ну мы прекрасно пообщались мы обменялись телефонами тем не менее я больше никогда не видят нет я его потом вру я его видела наверно до всей вот этой истории она была лет пять назад в каннах на фестивале я с ним поздоровалась он как разил вид что меня не узнал но я думаю бог с тобой